Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим процесс гранулирования сыпучих пищевых материалов и конструкцию некоторых грануляторов. В пищевой промышленности сыпучие среды составляют достаточно большое количество как сырья, так и готовой продукции. В пищевой промышленности используются мука, крахмал, различные вкусоароматические добавки, которые представляют собой порошки. Недостатками порошкообразных сыпучих продуктов являются их повышенное пыление при осуществлении производственных процессов. Это повышает пожаровзрывоопасность производственных объектов. Порошкообразные сыпучие материалы чувствительны к изменению влажности гигроскопичны. Это приводит к налипанию частиц на стенке производственных резервуаров при превышении какого-то оптимального уровня влажности. Для снижения этих недостатков взамен порошкообразных пищевых продуктов можно применять гранулированные сыпучие продукты. Гранулированные продукты по сравнению с порошкообразными имеют ряд преимуществ. Улучшаются условия хранения и транспортирования. Процесс, при котором используются гранулированные продукты, достаточно легко подвергается механизации и автоматизации. Повышается производительность оборудования. Улучшаются условия труда, снижаются потери сырья, готовой продукции. Продукция, которая была произведена с применением гранулированных продуктов и имеет повышенный срок годности. Кроме этого, повышается пожаровзрывобезопасность производства, которое используют гранулированные, а не сыпучие продукты, а также применение гранулированных продуктов расширяет возможности их применения при производстве готовых пищевых продуктов. Расширение возможностей применения связано с тем, что гранулы, в отличие от порошков, которые обладают повышенным пылением, возможно использовать для таблетирования. При таблетировании порошкообразных материалов велик риск искрообразования и, как следствие, воспламенения при движении рабочих органов поршня или пуансона таблеточного пресса. Кроме этого, таблетирование порошков требует ряда подготовительных операций. Эта лекция, которая посвящена процессу гранулирования, она как бы органично встроена в цикл лекций о таблетировании сыпучих пищевых продуктов. Однако, рассматривая технологии таблетирования и технологию подготовки сырья к таблетированию, мы выделили лекцию о процессах и оборудовании для гранулирования в отдельное видео. Поскольку гранулирование может использоваться не только для подготовки к таблетированию, но и само по себе. Например, для производства гранулированного чая, кофе, цикория и других пищевых продуктов. Большое значение для выбора технологического процесса гранулирования и конструкции грануляторов имеют физико-механические свойства перерабатываемого сырья. Эти свойства не бывают строго постоянными и имеют большой диапазон изменчивости в зависимости от многих причин. Подавляющее количество сырья и продуктов его переработки являются сыпучими продуктами. Сыпучие продукты в зависимости от диаметра частиц можно классифицировать по группам. Пылевидные с размером менее 0,05 мм. Порошкообразные от 0,5 до 2 мм. Крупнозернистые от 2 до 10 мм. И кусковые больше 10 мм. Однако размер элементарной частицы, которую я выше указал как диаметр, следует скорее воспринимать как эквивалентный диаметр. Поскольку форма частиц сыпучих и порошкообразных пищевых продуктов обычно не шар, а какая-то неправильная форма. Это следует учитывать, когда в дальнейшем в этой лекции я буду говорить о размерах. Если я говорю диаметр, значит я подразумеваю эквивалентный диаметр. Обычно в целях гранулирования таким образом подбирают параметры процесса и параметры работы оборудования. В том числе вид грануляторов, диаметр рабочих органов, ворошители и так далее. Чтобы на выходе получать максимальное количество гранул с размером от 2 до 3 мм. Многими исследователями, которые исследовали процесс гранулирования в других отраслях, например при окатывании, окатыши металла, угледобычи и так далее. Выяснили, что вот именно такой размер от 2 до 3 мм оптимален и для транспортирования, хранения и при переработке. Использование гранул, как мы выше уже говорили, возможно для получения таблетированных продуктов. Таблетированные продукты используются для производства лекарственных препаратов, комбикормов и в меньшей степени продуктов питания. Мы знаем и каждый день или достаточно регулярно используем таблетки как лекарства, как таблетки от облегчения какой-то болезни. Которые представляют как раз продукт таблетирования, процесса таблетирования. Однако в виде таблеток или брикетов мы довольно редко видим пищевые продукты. Разве что можно вспомнить аскорбиновую кислоту, но ее также можно отнести и к лекарственным препаратам. Существуют исследования, которые направлены на таблетирование допустим лактозы или сухой спирулины. Таблетированные продукты питания и брикетированные продукты питания, которые запущены в серийное производство, в основном сейчас можно встретить только, видимо, в качестве сухпайков в армии. Рассмотрим классификацию грануляторов. Процесс гранулирования сыпучих продуктов может осуществляться окатыванием в псевдоожиженном слое или прессованием. Для получения гранулированных продуктов используются грануляторы различной конструкции. Барабанные и дисковые для получения гранул окатыванием. Волоковые и вальцевые прессы. Цилиндрические и конические аппараты, в которых реализуется режим псевдоожиженного слоя. Преимуществами дисковых грануляторов является простота конструкции. Легкость управления процессом. Возможность получения монодисперсного гранулометрического состава. Преимущества дисковых грануляторов заключаются в следующем. Занимают меньше производственных площадей, требуют меньше обслуживающего персонала, обладают большей удельной производительностью, менее металлоемки по сравнению с барабанными. Гранулят, полученный на тарельчатом грануляторе, однороден по размеру и не требует последующей классификации. Недостатком тарельчатых грануляторов является зависимость качества гранулята от влажности исходного материала и способа подачи влаги на увлажнение. В дисковых грануляторах гранулируемый материал подвергается дополнительному перемешиванию вследствие различной величины углов естественного откоса для гранул и мелкого материала, что способствует агломерации частиц. Угол естественного откоса материала значительно уменьшается по мере увеличения содержания мелких фракций, вследствие чего он уносится выше, а гранулы собираются в нижней части тарелки ближе к борту. Барабанные грануляторы состоят из цилиндрического корпуса, в который загружается исходный материал привода. В торцах корпуса загрузочного и разгрузочного устройств форсунок, через которые подаются связующие, располагается обычно со стороны загрузки. Корпус наклонен на величину угла от 1 до 3 градусов к горизонту или установлен горизонтально для облегчения перемещения материала. Как правило, одновременно с исходным сырьем подается предварительно увлажненная масса в количестве от 20 до 25% от готовой продукции, которая служит центрами гранулообразования. Частота вращения выбирается в диапазоне от 5 до 30 оборотов в минуту. В работе барабанных грануляторов установлена зависимость между производительностью гранулятора и скоростью роста гранул при разных скоростях вращения барабана. При частоте вращения барабана менее 36% от критической скорости, рост гранул не зависит от числа оборотов барабана. То есть, чем ниже скорость вращения, тем больше продолжительность процесса гранулирования и меньше производительность аппарата. Критической скоростью вращения барабана в барабанных грануляторах считается такая скорость, при которой гранулы плотно прижимаются к обечайке и совершают полный оборот вместе с ней. При этом требуемого перемешивания для процесса гранулообразования не происходит. Для увеличения высоты подъема материала в аппарате и интенсификации процесса обычно применяют специальные насадки. При гранулировании в дисковых и барабанных грануляторах возможно применять как процесс сухого, так и влажного гранулирования. Предпочтение отдается процессу влажного гранулирования, поскольку при таком режиме обработки повышается производительность гранулятора. Гранулометрический состав более однороден и отсутствует необходимость введения затравки. Возможно три способа подачи влаги при влажном гранулировании. Первый. Весь объем необходимой влаги подается в процессе гранулирования в гранулятор. Второй. Часть объема влаги дозируется в промежуточную емкость, где происходит предварительное увлажнение, а остаток влаги дозируется в гранулятор. Третий. Весь объем влаги подается на предувлажнение. При гранулировании пищевых продуктов с целью достижения стабильности результатов предпочтительнее использовать второй способ. Для гранулирования в псевдоожиженном слое используют аппараты различных конструкций. Грануляторы с псевдоожиженным слоем различаются формой корпуса и делятся на цилиндрические, конические с малым углом раскрытия до 20 градусов, с большим углом раскрытия от 30 до 60 градусов. Цилиндроконические, прямоугольные и квадратные. Форма аппарата определяет его гидродинамические особенности. В цилиндроконических аппаратах, как правило, режим псевдоожижения таков, что в цилиндрической части слой твердых частиц отсутствует. Аппараты прямоугольной формы обычно используют для направленного перемещения твердых частиц при перекрестном токе теплоносителя. Квадратное сечение наиболее удобно для отработки процесса в полупромышленных условиях с последующим использованием полученных данных для конструирования прямоугольных аппаратов большей производительности. Также для гранулирования в псевдоожиженном слое могут использоваться циклоны с возвратно-спутно-закрученными потоками. Так называемые циклоны ВЗП. Классификация методов гранулирования. Для гранулирования материалов в отечественной и зарубежной практике применяют различные методы и аппаратуру. Гранулирование связано с изменением агрегатного состояния сред. По этому признаку гранулирование можно классифицировать следующим образом. Из жидкой фазы диспергированием ее на капле с последующей кристаллизацией растворенного вещества при обезвоживании или охлаждении этой фазы. Из твердой фазы прессованием с последующим дроблением брикетов до гранул требуемого размера. Из смеси жидкой и твердой фазы агломерации порошков с последующим окатыванием агломератов и упрочнением связи между частицами при удалении жидкой фазы. Из газообразной фазы конденсации десублимации с образованием твердых гранул. Из смеси жидкой и газообразных фаз при протекании химической реакции. Из смеси жидкой твердой и газообразной фаз при протекании химической реакции. Образование твёрдых частиц необходимого размера при гранулировании происходит либо единовременно, либо постепенно. Поэтому различают процессы гранулирования, протекающие без изменения размеров частиц во времени, с изменением размера частиц во времени и с образованием новых частиц и ростом имеющихся частиц. В зависимости от требований, предъявляемых гранулометрическому составу продукта, получаемые при гранулировании мелкие частицы, либо возвращаются в процесс, ретурный процесс, либо постоянно выводят из процесса, без ретурный процесс. Эффективность процесса гранулирования зависит от механизма гранулообразования, который в свою очередь определяется способом гранулирования и его аппаратурным оформлением. В связи с этим методы гранулирования целесообразно классифицировать следующим образом. 1. Окатывание, формирование гранул в процессе их агрегации или послойного роста с последующим уплотнением структуры. 2. Диспергирование жидкости в свободный объем или нейтральную среду. 3. Образование и отвердевание капель жидкости при охлаждении в газе или жидкости. 4. Диспергирование жидкости на поверхность гранул, находящихся во взвешенном состоянии. 5. Кристаллизация тонких пленок в результате их обезвоживания или охлаждения на поверхности гранул. 6. Прессование сухих порошков, получение брикетов, плиток и т.п. с последующим их дроблением на гранулы требуемого размера. 7. Формование или экструзия. 8. Продавливание вязкой жидкости или пастообразной массы через отверстия. 8. Гранулирование методом окатывания состоит в предварительном образовании агрегатов из равномерно смоченных частиц или в наслаивании сухих частиц на смоченные ядра центры гранулообразования. 9. Этот процесс обусловлен действием капиллярно-адсорбционных сил сцепления между частицами и последующим упрочнением структуры. 9. Вызванных силами взаимодействия между частицами в плотном динамическом слое, например, в грануляторах барабанного или тарельчатого типов. 10. Гранулирование методом диспергирования жидкости в свободный объем заключается в разбрызгивании жидкости, например, на капле. 11. Приближенно однородные по размеру и последующей их кристаллизации при охлаждении в нейтральной среде, в воздухе, масле и т.д. 12. Гранулирование сухих порошков методом прессования, то есть уплотнения под действием внешних сил. 13. Основано на формировании плотной структуры вещества, что обусловлено возникновением прочных когизионных связей между частицами при их сжатии. 14. Полученные в результате уплотнения брикет плитку-ленту дробят и направляют на расев для отбора кондиционной фракции гранул, являющихся готовым продуктом. 15. Гранулирование методом диспергирования жидкости пульф растворов суспензий на поверхность частиц во взвешенном состоянии заключается в импульсном нанесении на твердые частицы тонких пленок исходного вещества и последующей сушке или охлаждении в потоке теплоносителя. 15. Силы, возникающие между частицами гранулируемого материала. 16. Во-первых, это силы Вандер Вальса, которые сравнимы со значением массы частиц в том случае, если диаметр частиц не превышает 50 микрометров. 16. Во-вторых, это силы электростатического взаимодействия между частицами, несущими противоположные заряды, и отталкивания в случае одноименного заряда. 17. Величина этих сил сравнима с силами Вандер Вальса и массой частиц, когда их диаметр не превышает 2 микрометров. 17. В-третьих, это силы механического сцепления и силы трения, проявляющиеся при сцеплении частиц неправильной формы и при смыкании в местах фазовых контактов. 18. В-четвертых, силы поверхностного натяжения и капиллярные силы, возникающие в присутствии слоев иммобилизированной влаги, адсорбированной на поверхности частиц или находящейся в межчастичном пространстве. 18. Для формирования гранул из исходных частиц порошкообразного материала необходимо обеспечить их сближение на такое расстояние, при котором проявляется действие указанных сил. 19. В том случае, когда гранулы могут быть получены без добавления жидкой фазы, связующих жидкостей, применяют сухое гранулирование, например, методом прессования. 20. Такое гранулирование довольно распространено в России при производстве комбикормов. 21. При этом сцепление обеспечивается вандервальцевскими и электростатическими силами связи. 22. При гранулировании методом окатывания более результативными оказываются связи между частицами, обусловленные капиллярными силами, что объясняется использованием жидкофазного связующего и образованием кристаллических мостиков. 23. Сопоставление приведенных видов прочностных связей, вызванных действием различных механизмов межчастичного сцепления, представлено на экране. 24. Горизонтальной штриховой линией диаграмма разделена на две половины. 25. Для области 1 характерны силы связи, образованные связующим при поверхностном соприкосновении. 26. Активная поверхность взаимодействия частиц при этом определяется в основном внешней энергией или давлением и в меньшей мере зависит от размера частиц исходного сыпучего материала. 26. Область 2 иллюстрирует более слабые связи, обусловленные капиллярным сцеплением, кристаллическими мостиками. 27. Для этой области наблюдается увеличение прочности связи с уменьшением размера частиц. 28. Область значения прочности электростатических связей, мало зависящей от размера частиц, находится ниже области 2. 29. Наклонные прямые разделяют диаграмму на области различных механизмов связи, прочность которых не зависит от размера частиц. 30. Для мелких частиц размером менее 10 мкм силы Вандервальса оказываются более эффективными, так как расстояние между частицами достаточно малы. 31. Граничная прямая области А рассчитана для среднего расстояния между частицами в 3 мкм. 32. Область В соответствует силам сцепления, обеспечиваемым адсорбционными пленками. 33. В этой области преобладают силы Вандервальса. 34. Область С иллюстрирует прочность связей, вызванных действием обоих механизмов. 35. Пленочного натяжения в жидкостных мостиках и отрицательного гидростатического давления в капиллярах. 36. Выше области С возможно образование еще более прочных связей, обеспечиваемых спеканием, а также добавлением клейких или связующих веществ. 36. Область Д. Рассмотрение видов связей и сопоставление их прочностных характеристик имеют особое значение при анализе механизма и кинетики процесса гранулирования, осуществляемого различными методами. 37. Виды связей частиц между собой, благодаря которым частицы связываются и образуют гранулы, это мостики из твердого тела, 37. Силы раздела фаз и капиллярное давление свободно движущихся поверхностей, жидкостные мостики между отдельными зернами, капиллярные силы на поверхности кангломерата, заполненного жидкостью. 38. Поверхностное натяжение у капель, заполненных зернами твердого тела. Рассмотрим каждую из них подробнее. 39. Твердофазные мостики При гранулировании методом окатывания в процессе агрегации или наслаивании материала на твердые частицы порошкообразного материала твердофазные мостики или срастания между ними возникают вследствие диффузии молекул или атомов в точке соприкосновения частиц. 40. При этом скорость диффузии, как правило, увеличивается с повышением температуры. 41. Для большинства твердых тел образование твердофазных мостиков происходит при температурах выше 1,2 или 2,3 температуры плавления. 41. При гранулировании увлажненных продуктов и последующей сушке гранул в местах контакта твердых частиц выкристаллизовываются растворенные в жидкости вещества и образуются твердофазные мостики. 42. Капиллярные связи Жидкость, находящаяся между частицами, по-разному может способствовать их сцеплению. 42. Жидкость, чаще всего вода, создаёт достаточно прочные связи между частицами. 43. В жидкость могут вноситься небольшие количества добавок, обеспечивающих лучшее смачивание частиц или повышающих растворимость веществ, 43. Что при последующей кристаллизации приводит к образованию твердофазных мостиков. 43. Для каждого из компонентов жидкой фазы, находящихся в местах контакта, порах или каналах между частицами, 44. Существует равновесие между поверхностным натяжением сигма и давлением P, 44. Между вогнутой радиусом R1 и выпуклой радиусом R2 поверхностями раздела, в соответствии с формулой Лапласа. 44. Для гранул, образованных под действием капиллярных сил, рассмотрим следующие варианты связей. 45. Между отдельными частицами образуются жидкостные мостики. 46. В этом случае на линии соприкосновения твердое тело-жидкость-газ действуют силы поверхностного натяжения. 46. Внутри жидкостного мостика образуется пониженное капиллярное давление, обуславливающее силу сцепления между частицами. 47. Межичастичное пространство полностью заполнено жидкостью. 48. При этом силы, действующие на поверхности раздела, твердая жидкость-газ и определяющие силы сцепления находятся только на поверхности агломерата. 48. Жидкость полностью обволакивает частицы твердого вещества и гранула принимает форму жидкостной капли. 49. В этом случае жидкость находится под очень небольшим давлением, величина которого зависит от радиуса капли, а частицы удерживаются в капле благодаря поверхностному натяжению. 49. Связи, образующиеся при использовании связующего вещества. 50. Большая вязкость связующего препятствует установлению постоянного давления в связующей жидкости по форму Лапласа. 50. Пластичные связующие вещества сохраняют иногда любую заданную им форму поверхности, так как энергия их деформации намного превышает поверхностную энергию связи. 50. Так или иначе, при использовании связующих веществ, помимо поверхностных сил сцепления, проявляются более результативные силы когезии в связующем. 51. Адсорбционные слои. 52. Адсорбционные тонкие слои толщиной менее 3 нанометров обеспечивают молекулярную связь между частицами в местах их контакта. 53. Активному проявлению действия этих сил может способствовать повышение давления в местах контакта, например при прессовании и брикетировании. 54. Связи под действием сил притяжения между частицами. Даже если между частицами нет жидкостных пленок или мостиков связующего, между ними могут действовать силы связи. 55. Молекулярные силы сцепления всегда эффективны. 55. Силы вандервальца начинают проявляться, когда расстояние между частицами составляет порядка 10 нанометров. 55. При движении частиц вследствие их трения и взаимодействия на поверхности возникают электростатические заряды, величина которых различна для разных продуктов характера движения частиц и изменяется в зависимости от условий отвода электричества. 55. Естественно ожидать, что силы притяжения между положительно и отрицательно заряженными частицами участвуют в процессе агрегации и образования гранул. 56. Связи обусловлены формой частиц. При взаимодействии частиц в процессе гранулирования методом окатывания, достаточно прочные связи между ними образуются также в результате механического сцепления шероховатой поверхности. 57. Механизм гранулообразования при окатывании на движущейся поверхности. Процесс гранулирования методом окатывания состоит из четырех стадий. 58. Первое. Стадия перемешивания исходного материала. 59. Второе. Образование гранул из мелких частиц и дробления комков. 59. Третье. Окатывание и уплотнение гранул в результате их перемещения по поверхности аппарата. 60. Четвертое. Упрочнение связи в результате перехода жидкой фазы в твердую, то есть стабилизация структуры гранулы. 61. На всех стадиях происходит изменение распределения частиц по размерам, то есть идет процесс гранулообразования, интенсивность которого зависит от технологии аппаратурного оформления процесса гранулирования и свойств продукта. 62. Стадии перемешивания и образования гранул. 63. В качестве связующего применяют различные жидкости, способствующие сцеплению частиц. 63. Жидкость подбирается наиболее близкой к сыпучему пищевому продукту. 64. Чаще всего используют воду. 64. Крахмальные суспензии. 65. Суспензии, приготовленные с использованием модифицированных крахмалов – экструзионного, амилоцитатного, окисленного. 65. Характер капиллярного взаимодействия в слое сыпучего продукта определяется количеством воды в точке контакта, формы контакта и числом контактов в единице объема материала. 65. Поскольку в слое, состоящем из реальных частиц, возможны самые различные контакты, теоретически можно предсказать лишь общий характер влияния влажности материала на прочность сцепления частиц. 66. Эта зависимость должна иметь экстремальный характер. Сила капиллярного сцепления в объеме увлажненного сыпучего материала тем выше, чем из более мелких частиц он состоит. 67. Общая схема взаимодействия жидкости с частичками материала может быть представлена следующим образом. 68. При небольшом содержании в сыпучем материале мелких фракций, зазоры между крупными зернами остаются практически свободными. 69. Поэтому сравнительно высокое среднеэффективное расстояние между частицами обуславливает пониженную прочность сцепления. 69. При увеличении содержания мелких фракций структура материала становится более плотной. 70. Прочность гранул возрастает. 70. Положительная роль крупных фракций заключается в том, что они создают своеобразный скелет образца, 70. Обладающий значительным сопротивлением воздействию статических и динамических нагрузок. 70. А определенное количество мелких частичек уменьшает среднее расстояние между крупными зернами. 71. И возникает сила, обеспечивающая сцепление последних и препятствующая изменению жесткой структуры слоя. 72. Только при определенном соотношении крупных и мелких частиц получается наиболее плотная упаковка. 73. И достигается наиболее высокая сила сцепления их в увлажненном материале. 74. Порошок, подаваемый на гранулирование, как правило, имеет однородный гранулометрический состав. 75. В общем случае скорость капиллярного всасывания определяется свойствами жидкости. 76. Вязкостью, плотностью, поверхностным натяжением и материала. 76. Радиус капилляров, природой вещества, состоянием поверхности сыпучего материала. 76. Процесс образования зародыша и формирования гранулы. 76. При подаче в гранулятор жидкости можно представить следующим образом. 77. Капля воды, попавшая в слой материала под воздействием капиллярных сил, сразу же начинает распространяться во все стороны, заполняя поры между отдельными частицами. 77. Предельный размер образующихся комочков прямо пропорционален величине капли и обратно пропорционален пористости слоя материала. 78. Вода перестает распространяться в сыпучем материале, как только комочек достигнет максимальной капиллярной вместимости. 79. Это время измеряется несколькими секундами. 79. Наиболее интенсивно влага поглощается гранулами в начальный период. 79. Изменение характера влагопоглощения с течением времени объясняется по-видимому тем, что вначале влага поглощается поверхностным слоем гранул под воздействием капиллярных сил. 80. По мере насыщения этого слоя влага продвигается внутрь гранулы, где имеются не только открытые, но и закрытые поры, заполненные воздухом. 80. Дальнейшее поглощение влаги резко замедляется и лимитируется растворением воздуха в жидкой фазе. 80. Чем выше влагосодержание порошка, тем быстрее насыщается поверхностный слой гранул и тем быстрее наступает переход от одного характера влагопоглощения к другому. 80. При увлажнении одновременно происходит и уплотнение порошка под действием капиллярных сил. 80. Чем мельче частицы и больше поверхностное натяжение жидкости, тем плотнее гранула. 80. Стадия окатывания. 80. Уплотнение частиц методом окатывания достигается в основном при ударе о неподвижный слой материала или о стенку гранулятора. 80. В этот момент большая часть кинетической энергии, которую приобрел комок при скатывании вниз, расходуется на перемещение зерен и уплотнение гранул. 80. Очевидно, что величина кинетической энергии определяется не только скоростью окатывания, но и массой комочка. 80. Поэтому должен существовать минимальный размер влажного комочка, при котором он приобретает достаточную кинетическую энергию во время осыпания. 80. Если масса комочка меньше критической величины, то накопленной энергии не хватит для совершения работы уплотнения. 80. И в этот комочек не сможет стать зародышевым центром. 80. Комочки в результате многократных ссыпаний и ударов уплотняются. 80. Отдельные частички, перемещаясь, укладываются более плотно. 80. При этом избыточная влага выдавливается на поверхность комочка, в результате чего становится возможным дальнейшее присоединение к такому комку сухих частичек. 80. По мере приближения частичек друг к другу толщина пленок связанной воды становится все меньше, прочность сцепления увеличивается. 80. Сближение частичек вследствие уменьшения толщины адсорбированных пленок возможно только в том случае, когда избыток воды поглощается, например, в результате присоединения новых частичек к поверхности или поступления влаги внутрь гранулы. 80. При работе гранулятора внутри комка создается определенная минимальная толщина водных пленок, соответствующая величине динамических нагрузок. 80. Как только эта толщина достигается, дальнейшее выделение воды на поверхность комка прекращается, гранула перестает расти, ее прочность становится максимальной для данного режима. 80. Для дальнейшего увеличения размера гранул накатыванием следует вводить извне на их поверхность дополнительное количество жидкости. 80. Помимо динамических нагрузок при ударе, уплотнению гранул способствуют и другие силы. 80. В момент перекатки гранул через зерно мелкого материала происходит толчок в направлении центра гранулы. 80. Развивающееся при этом давление достигает сотен атмосфер и способствует формированию гранул в сферы. 80. На поверхности перекатывающегося шарика возникает не только толчок, но и срезывающее усилие. 80. Часть неровности гранулы не выдерживает этих напряжений и разрушается, а прочно прилипшие зерна вдавливаются внутрь. 80. Катящийся шарик до тех пор не присоединяет маленькие зерна, перекатывается по ним, пока диаметр зерна меньше, чем выражение, которое записано справа в формуле на экране. 80. Для сырого материала при трении его остенку тангенс бета равен 0,2. 80. В последнем случае, как показывают расчеты, гранулы могут расти, пока их радиус не станет больше 12,5D. Частицы меньше 12,5D будут проникать в скопление зерен на поверхностях гранул и уплотнять их. Так, предельная величина частиц, увлекаемых гранулами диаметром 2, 8 и 20 мм, составит соответственно 0,08, 0,32 и 0,8 мм. Более крупные зерна не увлекаются катящейся гранулой. Структура гранулы уплотняется постепенно под действием большого числа ударов различного направления, в результате чего взаимное перемещение частичек происходит только на тех участках, где в данный момент сила сцепления имеет минимальное значение. Другими словами, работа уплотнения совершается весьма экономно. Очевидно, что динамические нагрузки в грануляторе не должны превышать допустимые. То есть, напряжение в камке не должны быть разрушающими. Как видно из приведенного выше описания, необходимо таким образом подбирать процесс гранулирования, форму гранулятора, частоту вращения гранулятора, чтобы создавать такие условия, при которых будут получаться гранулы оптимального размера. Как мы уже выше отмечали, это 2-3 мм. Также следует подбирать параметры гранулирования и гранулятора, чтобы количество таких гранул было максимально большим. Предпочтительно более 70% от выхода после гранулятора. Рассмотрим стадию стабилизации структур гранулы. Связи между частицами, уплотненными в процессе окатывания, в значительной мере обусловленными силами поверхностного натяжения жидкости. Эти связи обеспечивают достаточную пластичность материалу и позволяют в широких пределах изменять форму гранулы без ее разрушения. Для получения готового продукта необходимо упрочнить связи, придав большую жесткость полученной структуре, что достигается удалением жидкой фазы или переводом ее в твердую фазу. Одним из наиболее распространенных способов упрочнения гранул является сушка. При удалении влаги из растворимых в ней материалов, одновременно происходит и кристаллизация твердой фазы. Сушка может осуществляться за счет теплохимической реакции. В этом случае кристаллы образуются не только в результате сушки, но и вследствие образования нового вещества. В процессе удаления из гранулы жидкой фазы может происходить не только упрочнение структуры, но и ее разрушение. При интенсивной сушке и некоторых химических реакциях образуется большое количество газовых фаз. Газ, выходя наружу, значительно изменяет ту структуру материала, увеличивает пористость, разрушает образовавшиеся связи. Возникновение новых кристаллов и перекристаллизация веществ, вызванное изменением температуры, также приводит к нарушению начальной структуры. Следовательно, не всегда оправданы повышенные требования к структуре гранул, образуемых на стадии уплотнения. Поскольку на последующих операциях удаление жидкой фазы происходит перестройка структуры. В этом случае целесообразно обе операции совмещать. Причем особенно важно, чтобы предыдущие стадии смешивания и образования гранул были закончены. Движение материала на вращающейся тарелке. На отдельное тело помещенное в тарельчатый гранулятор действуют те же силы, что и на тело во вращающемся барабане. До момента отрыва тела от борта тарелки все силы уравновешивают друг друга. Тело отрывается от борта и начинает скатываться по поверхности тарелки. В тот момент, когда сила реакции борта становится равной нулю. Качественный анализ работы тарелки показал, что для комков имеющих различные размеры и коэффициенты трения, угол отрыва φ при прочих равных условиях будет различным. Чем крупнее комок, тем больше должен быть угол φ и тем на меньшую высоту он поднимается. А нисходящая ветвь траектории будет приближаться к борту. Различное положение на плоскости тарелки падающих потоков частиц различной крупности неизбежно вызывает вполне определенное расположение гранул по высоте слоя. Ближе к борту, а следовательно и к днищу тарелки будут самые мелкие фракции, а затем уже более крупные. Циклы повторяются и за время гранулирования растущая частица проходит путь в виде спирали, в которой каждый последующий виток осуществляется в плоскости, отходящей от поверхности диска. А нисходящая ветвь витка приближается к борту тарелки. Классифицирующее действие тарелки позволяет выгружать с нее гранулы узкого фракционного состава и повышать тем самым производительность по целевой фракции продукта. Поскольку скатывание происходит по днищу тарелки, очевидно, что эффективность ее работы тем выше, чем лучше используется поверхность окатывания. Оптимальный режим наступает тогда, когда мелкие фракции отрываются от борта верхней точки тарелки, то есть при φ равном нулю. Более крупные частицы скатываются при этом раньше. Скатываясь по наклонному днищу тарелки, частицы приобретают определенную кинетическую энергию, которая при столкновении частиц переходит в работу уплотнения гранулы. Максимальная скорость скатывания не должна превышать скорость, при которой происходит разрушение гранулы. Эта скорость определяется свойствами гранулируемого материала и находится из опыта. По скорости скатывания можно определить соответствующие друг другу значения диаметра и угла наклона тарелки. Для получения динамических уплотняющих нагрузок одинаковой величины в тарельчатых грануляторах разного диаметра, скорости в конце скатывания должны быть равны. Из этого условия получим уравнение. При постоянной скорости скатывания нисходящий поток имеет различную толщину, зависящую от заполнения и скорости вращения тарелки. С увеличением количества скатывающегося материала поток становится стесненным, подвижность частиц уменьшается и как следствие ухудшается окатывание и классификация гранул. Следовательно максимальный выход целевой фракции возможен только при определенном коэффициенте заполнения тарелки F. Площадь сегмента занятого материалом не должна превышать половины площади днища. Для других материалов оптимальное значение F при заданной величине омега определяют экспериментально. В свою очередь угловая скорость вращения тарелки зависит от ее диаметра и угла наклона. Эту скорость выбирают исходя из отрыва частиц в верхней точке. Требуемые коэффициент заполнения, то есть вес слоя обеспечивается высотой борта и углом наклона тарелки. Слой материала в грануляторе должен обеспечить не только оптимальные условия окатывания, но и требуемое время пребывания ТАУ среднее. Зная ТАУ среднее и F по заданной производительности можно определить высоту борта. При неизменной скорости скатывания производительность гранулятора будет измеряться пропорционально изменению количества элементарных потоков гранул, находящихся одновременно в фазе скатывания, то есть пропорционально изменению площади тарелки. Практически для определения диаметра тарелки по заданной производительности пользуются экспериментально полученными для данного гранулятора значениями удельной производительности. Таким образом для расчёта основных параметров тарельчатого гранулятора экспериментально определяют оптимальную скорость скатывания, по которой находят угол наклона тарелки, а также коэффициент заполнения и время пребывания, рассчитывая по ним высоту борта. Задаваясь углом отрыва частиц от борта, обычно φ равно нулю, по уравнению определяют скорость вращения тарелки. Роль связующего вещества при окатывании. Окатывание можно осуществлять по схеме сухого гранулирования, однако на практике оно применяется довольно редко. Межмолекулярные силы незначительны и не достигают теоретических значений из-за неровности поверхности. Сухое окатывание часто сопровождается пылением. Кроме того, необходимо вводить зародыши гранул, так как при равенстве размеров гранулы и частицы они не агломерируются. Поэтому в большинстве случаев применяют пограничное или влажное гранулирование. В качестве связующего обычно применяют воду или водные растворы веществ. Поэтому будем говорить о влаге всюду, где речь идет о связующем. Однако в пищевой промышленности не только вода может быть связующим веществом при гранулировании. Так, например, при гранулировании растительных и фруктовых порошков может применяться сахарный песок, сахарная пудра или растворенный в воде сахар, сироп. Можно также применять для отдельных продуктов, например, суспензии крахмала нативного, картофельного, пшеничного, кукурузного, суспензии крахмала холодного набухания, экструзионного, окисленного или ацетатного. Также могут применяться другие связующие агенты. Однако в дальнейшем в этом видео будем говорить практически всегда о воде, за исключением некоторых случаев, о которых будет сказано отдельно. Влага вводится форсунками или иными диспергирующими устройствами внутрь гранулятора. Снова стоит сделать отступление и сказать, что при подаче влаги в гранулятор лучше всего использовать распыление этой влаги, чтобы капля была как можно мельче. Таким образом, площадь, покрываемая влагой в грануляторе, будет максимальной. И равномерность этого покрытия также будет стремиться быть максимальным. Капли, смачивая частицы порошка, способствуют соединению их либо адсорбционными силами, если влаги мало, так называемое граничное гранулирование, либо капиллярными силами и силой поверхностного натяжения, влажное гранулирование. Граничное гранулирование реализуется одновременно и при влажном гранулировании, в том случае, когда влага подаётся только лишь в первый раз. Когда сухая смесь сырья на тарелке гранулятора ещё достаточно суха, подаётся первая порция распылённой влаги. И по отношению к содержанию влаги в сыпучем продукте, эта дополнительно внесённая влага составляет доли процента. В этот момент реализуется граничное гранулирование и действуют адсорбционные силы. Но потом, если мы продолжаем вносить влагу в гранулятор, у нас тип гранулирования становится влажным и в действие вступают капиллярные силы и силы поверхностного натяжения. При всех видах окатывания механизмом гранулообразования на конечной стадии одинаков – внедрение частиц в гранулу при перекатывании. Но начальные стадии сухого, граничного и влажного гранулирования существенно отличаются, что сказывается на скорости процесса и, следовательно, производительности аппарата и прочности гранул. При сухом гранулировании большие частицы, перекатываясь через малые, увлекают их с собой и происходит формование в соответствии с рассмотренной выше схемой. Прочность гранулы при этом определяется прочностью сил формования и связи частиц в грануле. При введении влаги с зародышами гранул становятся маленькие неравномерные комочки порошка, соединяющиеся вместе. Если влага только незначительно смачивает порошок, то связь между частицами в начальный период существенно адсорбционными слоями. Прочность градул существенно зависит от силы адсорбционной связи. Более сложные превращения происходят при увеличении количества влаги. Первоначально частицы соединяются жидкостными мостиками. Это канатное или подвешенное состояние влаги. При окатывании уменьшаются расстояния между частицами, поры гранулы, куда вдавливается влага. Прочность гранулы на этой промежуточной стадии в основном определяется капиллярными силами. Рост гранулы за счет смачивания продолжается до тех пор, пока внутри нее вся влага не окажется заключенной в капиллярах и не будет выдавливаться наружу. В ходе образования гранул возможны три состояния влаги. Промежутки между частицами содержат некоторое количество влаги. Отдельные частицы связаны с жидкостными мостиками. В точках соприкосновения твердое тело, жидкость, газ действует сила поверхностного натяжения в направлении распространения поверхности жидкости. Наиболее прочные гранулы обычно получаются при применении жидкостей с большим поверхностным натяжением. Естественно, что гидрофильность порошка способствует успешному осуществлению гранулирования. Как установлено на практике, режим подачи влаги имеет существенное значение при окатывании. Непрерывная подача высокодиспергированной влаги в ту часть аппарата, куда подается исходный порошок, способствует интенсификации процесса. Поскольку зародышами гранул являются частицы порошка, соединенные с жидкостными мостиками. Производительность процесса является функцией количества таких зародышей. Подачей влаги можно также регулировать размеры гранул, потому что порошок легче соединяется со смоченной поверхностью. Количество подаваемой влаги оказывает заметное влияние на конечную прочность гранул, что следует из приведенных ранее закономерностей. При окатывании очень сильное влияние на прочность гранул оказывает капиллярная и поверхностная влага. Прочность сырых гранул в первую очередь определяется капиллярными силами. Жидкость, находящаяся в капилляре, в результате действия силы поверхностного натяжения сигма поднимается на высоту H, которая соответствует разнице в давлении. Давление больше в фазе, для которой мениск является выпуклым. Радиус искривления R зависит от радиуса капилляра R и краевого угла θ между мениском и стенкой капилляра. Мениск может иметь поверхность отличную от шаровой, тогда фактор 2 деленное на R большое выражают через 1 деленную на R1 плюс 1 деленную на R2, где R1 и R2 радиусы соприкасающихся зерен. Если полое пространство сырого материала только частично заполнено жидкостью, то всасывающая сила капилляров определяется капиллярами меньшего размера. При заполнении жидкостью всего полого пространства гранулы, мениски жидкости, которые образуются на выходе капилляров, оказывают всасывающее действие на жидкость, находящаяся внутри смачиваемого капилляра. Соответственно этому частицы жидкие и твердые втягиваются внутрь благодаря капиллярному всасывающему воздействию, которое зависит от величины частиц и рода упаковки. Например, при ε равной 26% и краевом угле θ равной 0, то есть минимальном радиусе искривлениями низко, капиллярное давление или капиллярное всасывающее действие определяется по формуле. Сравнивая это выражение с ранее приводимой формулой, получаем отношение d малое к r большое 12,9, то есть радиус кривизными низко почти в 13 раз меньше величины зерна. На практике мы имеем дело с полидисперсным порошком, так и с полидисперсным гранулятом. Поэтому при расчетах под d малое понимаем средневзвешенную величину частиц, которые имеют ту же удельную поверхность, что и весь сырой материал. Тогда при оптимальном количестве воды капиллярное давление рассчитается по формуле. Из этого выражения следует, что чем плотнее упаковка, то есть чем меньше d, тем больше капиллярное давление. Горизонтальный гранулятор состоит из перфорированного барабана, изготовленного из нержавеющей стали. Барабан заключен в кожух 2. По оси барабана проходит вращающийся вал 9, снабженный шнеком 4. С валом соединены 2 или 4 пластины 3, расположенные вдоль оси барабана и слегка прижимаемые пружинами к его стенке. Гранулирование происходит следующим образом. Влажная масса загружается в бункер 5 и с помощью шнека 4 осуществляется постепенная подача массы в протирочную камеру. Лопасти 6 равномерно продвигают материал под пластиной 3, которые имеют небольшой угол наклона. Передний край несколько удален от сетки, а задний соприкасается со стенкой. Так называемый угол опережения. Влажная масса продавливается через сетку и полученные гранулы выпадают в приемный бункер 7, а возможные отходы собираются в камере 8. Вертикальный гранулятор состоит из неподвижного полого цилиндра 1 с отверстиями, через которые влажная масса продавливается крыльчаткой с лопастями 2, приводимыми во вращение электродвигателем 3 посредством конической передачи 4. Гранулы выпадают в кожух, а оттуда в приемную тару. Обычно такой гранулятор расположен на колесах, что обеспечивает его легкое перемещение внутри цеха. После влажного гранулирования полученные гранулы подвергают сушке. Ранее мы с вами рассмотрели процесс влажного гранулирования. Далее рассмотрим более подробно процесс сухого гранулирования и опишем его математически. При подготовке сырья к таблетированию предпочтительным является сухое гранулирование сыпучих пищевых материалов. Гранулирование прессованием производится на штемпельных и жгутовых прессах, а также на волковых машинах. На экране показана схема наиболее часто применяемых волковых грануляторов. Берманам и Соколовым предложена теория гранулирования сыпучих материалов на волковых прессах. Прессуемый материал подается в клиновидный зазор между вращающейся кольцевой матрицей и волком. Постепенно сжимается и выдавливается через профилирующее отверстие матрицы. Производительность кольцевого пресса Q в килограммах в секунду определяется по формуле. На практике выбирают РМ равное 2КРВ при К большем единице. При этом угол захвата волка альфа захвата меньше чем арксинус, как показано на экране. Берманам и Соколовым также получены уравнения для определения радиального давления и крутящих моментов на матрице и волке, обеспечивающих продавливание материала сквозь них. Обеспечивающих продавливание материала через цилиндрические формующие отверстия кольцевой матрицы. На некоторых машинах, предназначенных для гранулирования порошкообразных продуктов, выпрессовывание ведется через конические формующие отверстия. Предполагается, что в сечении CC имеется условная перегородка справа и слева, от которой приложено максимальное давление P максимум. Это допущение позволяет рассматривать отдельно обе части канала. Участок расширения А длиной L1 и участок сужения B длиной L2. Уравнение равновесия элемента объема на участке расширения запишется в таком виде. Развернув все члены уравнения равновесия слоя и выполнив необходимые преобразования, получим дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными P и L. В этом уравнении за нижний предел интегрирования взято давление P нулевое на материал в открытой части канала, равное атмосферному. После интегрирования получается формула для определения давления P в произвольном сечении на расстоянии L от нейтрального сечения CC. Подставляя значение P максимальное найдем длину L1, расширяющейся части конического отверстия, через которое продавливается материал. Аналогичным образом составляется уравнение равновесия для слоя ΔL в сужающейся части канала. Соответствующие формулы для P2 и L2 примут следующий вид. Таким образом сечение CC определяется значениями L1 и L2, а полная длина канала L при заданном α и P равна их сумме. Наиболее простым гранулятором является пресс с профилированными поверхностями волков. Продукт принудительно под давлением P нулевое подается в межволковое пространство. В зоне А происходит турбулентное движение порошкообразного материала. Создается новая ориентация частиц. Наблюдается некоторое предварительное уплотнение продукта. В зоне Б от угла захвата до наименьшего зазора между волками осуществляется интенсивное уплотнение порошка. Будем считать, что горизонтальный элемент объема при продвижении по зоне Б не изменяет своего горизонтального положения и не проскальзывает по отношению к волкам. Порошкообразный материал может быть максимально уплотнен до порозности равной нулю. Под порозностью понимают отношение объема, приходящееся на свободное пространство между частицами к полному объему продукта. Порозность может быть выражена через плотность спрессованного материала РО нулевое и плотность сыпучего материала до уплотнения РО1. Принимая во внимание сформулированное выше предположение о неизменности положения объема материала, а также допуская отсутствие упругой деформации частиц продукта, текущая порозность в зоне Б может быть выражена следующим уравнением. По этой формуле можно определить минимальную порозность в начале зоны уплотнения Б при α1 равное α. Так как ε минимальное не может иметь отрицательного значения, то граничное условие будет иметь вид. Так как во всех случаях прессования в материале возникают упругие деформации, то представленные ранее уравнения являются приблизительными, однако приемлемыми для оценочных расчетов. Какое-то время назад я занимался экспериментальными исследованиями процесса гранулирования сыпучих пищевых материалов. Мы гранулировали пшеничную муку и различного рода порошки из растительного и фруктового сырья. Одним из часто используемых был виноградный порошок, а также смесь виноградного порошка с тыквенным или банановым, а также пшеничная мука как отдельный продукт. На пшеничной муке мы старались получить какие-то предварительные данные о процессе гранулирования. К тому же гранулирование пшеничной муки по своим затратам несколько дешевле, чем гранулирование виноградного порошка. Для гранулирования использовали экспериментальную установку лабораторный дисковый гранулятор, который состоял из электродвигателя 1, упорной гайки 2, станины 3, трубопровода для подачи сыпучего материала 4, диска с бортами 5, форсунки 6, патрубка 7, стенки 8 и рычага 9. Установка работала следующим образом. Перед включением диск 5 устанавливали путем перемещения рукоятки 9 под определенным углом к горизонту. Угол наклона диска делали несколько больше угла естественного откоса материала, подаваемого на гранулирование. Предварительно мы, конечно же, определяли угол естественного откоса. После установки угла наклона запускали вращение диска 5 и на его поверхность через воронку 4 подавали гранулируемый материал. Увлажнение проводили через форсунку 6. Форсунка позволяла производить капельное увлажнение путем разбрызгивания влаги над сыпучим материалом. Готовые гранулы разгружали через патрубок 7. Диск гранулятора приводился во вращение электродвигателем 1 через муфту. Гранулирование проводили со следующими материалами. Первое. Виноградный порошок с добавлением экструзионного кукурузного крахмала. Виноградный порошок с добавлением сахара белого. Пшеничная мука. Пшеничная мука с добавлением нативного кукурузного крахмала. При гранулировании в дисковых грануляторах возможно применять как процесс сухого, так и влажного гранулирования. Предпочтение отдаётся процессу влажного гранулирования, поскольку при таком режиме обработки повышается производительность гранулятора. Гранулометрический состав более однороден и отсутствует необходимость введения затравки. В качестве связующего компонента применяли воду. Воду вносили путём разбрызгивания через форсунку над слоем порошка, находящегося на поверхности диска гранулятора. В результате увлажнения порошка распылённой водой в нём образовывались зародыши гранул. В процессе окатывания гранулы приобретали необходимый размер, однако характеризовались недостаточной прочностью. В зависимости от наличия или отсутствия предварительного увлажнения эксперимента проводили следующим образом. Устанавливали наклон диска гранулятора α чуть меньше, чем угол откоса продукта, где-то около 30 градусов. Высыпали навеску образца на диск гранулятора и включали электродвигатель. Устанавливали скорость вращения диска равной 27,5 оборотов в минуту. В случае, когда гранулирование проводилось без предварительного увлажнения, то увлажнение разбрызгиванием капель воды над образцом в тареле гранулятора проводили каждые 45 секунд порциями воды в количестве от 2,5 до 3 грамм через форсунку 6. При первом разбрызгивании воды включался секундомер и засекалось время. В случае, когда гранулирование проводилось с предварительным увлажнением, то секундомер включался в момент подачи образца на диск гранулятора, а первое увлажнение через форсунку проводилось через 45 секунд после этого. В процессе гранулирования рассчитывали общее количество воды, пошедшее на увлажнение. В тот момент, когда количество воды достигало значения 77 грамм, увлажнение прекращали, но оставляли вращаться диск гранулятора еще на 3 минуты, чтобы достичь наиболее полного проникновения влаги внутрь гранулируемого материала и образования соединительных мостиков. Суммарное количество воды, пошедшее на увлажнение, включало количество воды, которое использовалось и на предварительное увлажнение. Общее количество воды, необходимое для увлажнения, перед началом подготовки образцов рассчитывали по формуле, которую вы видите на экране. Следует отметить, что по экспериментальным исследованиям было обнаружено, что нецелесообразно делать предварительное увлажнение более чем 25-30% от общего количества влаги, которое необходимо для полного цикла гранулирования. Так, например, если по расчетам необходимо подать на увлажнение в процессе гранулирования 100 грамм воды, то для предварительного увлажнения не рекомендуется подавать более 30 грамм. Оптимальным же вариантом является величина от 22 до 27 граммов. Остальное влага подается в гранулятор по описанной выше схеме. Далее я приведу описание процесса гранулирования и одновременно буду демонстрировать отрывок видео, которое было записано во время одного из экспериментов. Видео получилось достаточно коротким, поэтому оно во время моего описания будет повторено несколько раз. В течение процесса наблюдали движение увлажненной смеси по поверхности диска гранулятора. Движение смеси по рабочей поверхности диска гранулятора представляло собой совокупность вращательного и перемешивающего движений. При этом увлажненные гранулы совместно с мукой создавали на поверхности диска образование в форме объемного эллипсоида, внутри которого происходило перемещение разнородных компонентов из смеси исходного муки и крупных гранул. По краям эллипсоида в основном сосредотачивались гранулы размером от 0,5 до 2,5 мм. При этом на верхней его границе собирались гранулы меньшего размера по сравнению с гранулами, которые скапливались у нижней границы. Процесс образования гранул – это процесс последовательного уплотнения увлажненного сыпучего материала, протекающего в три этапа. Образование зародышей, рост и уплотнение гранул. Гранулообразование происходит под действием гравитационно-центробежных сил. При этом в процессе гранулирования на дисковом грануляторе реализуется режим переката, который имеет свои особенности, связанные со значительной величиной центробежных сил, развивающихся в этих аппаратах. На гранулы, находящиеся на вращающейся тарели, действует сила тяжести, центробежная сила и сила трения. Благодаря действию центробежной силы и силы трения, гранулы прижимаются ко дну тарели и поднимаются вместе с ним на определенную высоту, а затем под действием силы тяжести скатываются вниз. Различное положение на плоскости тарелки падающих потоков частиц разной крупности неизбежно вызывает вполне определенное расположение гранул по высоте слоя. По результатам экспериментов с готовыми гранулами определяли их гранулометрический состав, а также фотографировали их. На экране демонстрируются фотографии готовых гранул. Фотографии гранул, полученных из 100% пшеничной муки, 100% влаги подавалось в гранулятор. Размер гранул от 1,6 до 2 мм. 100% пшеничной муки, 100% влаги в гранулятор. Размер гранул от 0,85 до 1 мм. 90% пшеничной муки, 10% пшеничного крахмала. 100% влаги в гранулятор. Размер гранул от 1,6 до 2 мм. И 90% пшеничной муки, 10% пшеничного крахмала. 100% влаги в гранулятор. И размер гранул от 1 до 1,6 мм. А это фотографии гранулята виноградного порошка. 90% виноградного порошка, 10% экструзионного крахмала. 100% влаги в гранулятор. Размер гранул более 4 мм. 90% виноградного порошка, 10% экструзионного крахмала. 100% влаги в гранулятор. Размер гранул от 2 до 3 мм. 90% виноградного порошка, 10% экструзионного крахмала. 100% влаги в гранулятор. Размер гранул от 1 до 1,6 мм. 90% виноградного порошка, 10% экстузионного крахмала и 100% влаги в гранулятор. Размер гранул менее 0,85 мм. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную процессу гранулирования сыпучих материалов. В этой видео лекции мы не стремились охватить максимальное количество материала, которое есть по гранулированию вообще и по гранулированию сыпучих пищевых материалов в частности. Я надеюсь на то, что эта лекция сподвигнет вас на свои исследования, как теоретические, так и экспериментальные. И эти исследования приведут к совершенствованию процессов гранулирования в пищевой промышленности. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. И желаю вам подписаться на канал, поставить колокольчик. В колокольчике все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.